На два дня Красноярская школа номер 149 превратилась в полигон для испытаний техники. Юные инженеры приехали на краевой открытый фестиваль IQ-робот со своими проектами и роботами-спортсменами. Школьники собрали и запрограммировали свои модели таким образом, чтобы на состязаниях они чётко выполняли все задачи, делали нужные движения и преодолевали препятствия. Всего на фестивале представили около сотни различных работ в шести номинациях. Дети в возрасте от 7 лет попробовали свои силы и в направлении роботы в медицине. Этим краевой фестиваль отличается от других. По заданной траектории движется робот-доктор, который может оказать помощь в труднодоступной местности. Его сделал семиклассник Никита Проценко из Енисейского района вместе со своим преподавателем. А эти школьники из Еленогорска придумали робота, который заготавливает искусственную кровь и даже может сделать инъекцию. Это масштабное мероприятие живёт уже в сердце каждого ребёнка, который только слышит это слово IQ-робот. Мероприятие уже проходит в третий раз. Мероприятие у нас каждым годом усиливается, количество участников увеличивается, количество направлений увеличивается. Среди робототехников много учеников Красноярской школы номер 149. В начале года они победили и в крупнейшем всероссийском фестивале «Робофест». Эти юные инженеры тоже поборются за путёвку в Москву и надеются, что жюри оценят их по заслугам. Робота я сам делал в одиночку, сам программу писал, сам модель составлял. Единственное, что в некоторых моментах мне очень помогал, но вот так всё самое. Церемония награждения участников фестиваля робототехники IQ-робот пройдёт вечером 3 ноября. В Москву на Всероссийский фестиваль поедут четыре команды-победительницы. Валя Шарыпова, Павел Патрилицын. Новости.